Итак, на связи Олд Арселов. Я всех приветствую. Сегодня долгожданный обещанный подкаст, посвященный императору Юлиану. Как я обещал, Иван Баварский займется его биографией, а я в конце расскажу про его философские, теологические наработки. Будет круто. И начать стоит с оговорок, говорить о том, что Юлиан был маркирован как отступник, как какой-то черт или даже слуга изъявола, что характеризовало его на протяжении средних веков. Думаю, не имеет смысла, мы все это и так отлично знаем. Какую-то более-менее здравую оценку ему дали уже позже. Это было Монте-Ския. Романтики сделали императора популярным. О нем писали пьесы, романы, Мережковский и так далее. Итак, Баварский, тебе слово. Юлиан отступник. Как назовут его в будущем приверженцы религии Христа? Итак, Флавий Клавдий Юлиан. Последний император-герой. Родился 17 ноября 331 года. Юлиан, сын Юлия Констанция и сводный брат Галла, родился в Константинополе и был внуком императора Констанция Хлора и Феодоры. По отцу он являлся прямым потомком Максимиана и Клавдия Готского. Императора, из этого рода, правившего империей уже более века, происходили из Иллирии, горной провинции, находящейся к северу от Македонии, на восточном побережье Адриатического моря. Константин, дядя Юлиана, умер 22 мая 337 года в Анкире, неподалеку от Некомидии, незадолго до того приняв в крещение из рук Евсевия епископа этого города. Первым узнал о кончине отца второй сын Константина, Констанций. В это время он находился в восточной Сирии, откуда наблюдал за перемещением войск персидского царя Шапура. Его братья Константин и Констант пребывали, соответственно, в Галлии и в Милане. Воспользовавшись своей близостью к столице, Констанций ринулся туда и стал управлять от имени отца. К тому времени, как Константин-младший и Констант получили известие об этом, Констанций уже успел конфисковать значительную часть их имущества. Удача была на его стороне. Она и побудила Констанции сделать еще один шаг. Его отцу потребовалось 17 лет, чтобы победить своих соперников. Констанций решил избавиться от них одним ударом, действуя решительно и быстро. Не прошло и трех месяцев после его восшествия на престол, как в дворцовых коридорах стали распространяться странные слухи. В основном их распространял тот самый Евсевий из Некомидии, который поддерживал Константина в последние минуты жизни. По его словам выходило, что покойный император оставил завещание, в котором обвинил членов законной ветви семейства, то есть Юлия Констанция, Далмация и Ганниблиана, в том, что они его отравили, и рекомендовал своим наследникам принять самые серьезные меры предосторожности в отношении его убийц. Констанций позаботился, чтобы слух об этом обвинении распространился среди солдат гарнизона и в особенности среди дворцовой гвардии, которая по большей части набиралась из числа живших в столице христиан. Опьяненные яростью гвардейцы ворвались в покое, в которых жил со своей семьей Юлий Констанций и перебили всех до одного, пощадив только Галла и Юлиана. Это то самое воспоминание Юлиана, которое он запрятал в самой глубине своей души, ибо от одной мысли, ослучившейся, его бросало в дрожь. Это произошло жаркой летнюю ночью 337 года, когда ему не было еще и 7 лет. В то время Юлиан жил вместе с своим отцом Юлием Констанцием и двумя дядями – Далмацием и Ганниблианом, сводным братом Галлом, которому было 12 лет, и со всеми остальными членами семьи в одном из флегелей Константинопольского дворца, предоставленном в их распоряжении двоюродным братом Юлианом, императором Констанцием. После утомительного знойного дня мальчик лег спать рано, но безумная жара не давала ему уснуть. Внезапно он услышал оглушительный шум, грохот выламываемой двери, звук торопливых шагов. Затем послышались короткие команды, а вслед за ними дикие вопли. Юлиан быстро встал и прислушался. Ему еще никогда не приходилось слышать таких звуков. Он приоткрыл дверь, увидел что, что заставило его остолбенеть на месте. Подчиняясь приказу императора, во флигель ворвались солдаты дворцовой гвардии. Одни из них размахивали горящими факелами, другие – окровавленными мечами. Они только что перебили всю его семью. На полу в лужах крови лежали трупы его отца Юлия Констанция, его дядей Далмация и Ганниблиана, а также начальник императорской стражи Альбания и многих других придворных из их свиты. Одним перерезали горло, другим вспороли живот. Широко раскрыв глаза, мальчик зажал себе рот кулаком, чтобы не закричать. Но в эту минуту солдаты заметили пробивающийся из-под двери луч света. Они грубо толкнули дверь и ворвались в комнату, чтобы удостовериться, что в ней никто не спрятался. В комнате было только двое детей – Гал и Юлиан. Гал лежал в постели в тяжелом приступе лихорадки. Он обливался потом, его дыхание было частым и хрипом. Поскольку солдаты получили приказ не щадить никого, один из них подошел к постели, чтобы прикончить Гала. «Оставь его в покое», – сказал проходивший мимо командир. «Какой смысл отправлять этого мальчишку на тот свет? Ты же видишь, что он вот-вот сам туда отправится». Сбитый с толку гвардеец отпустил руку и повернулся к Юлиану, который пытался спрятаться за драпировкой. Его заметили. Однако даже самые жесткие злодеи способны почувствовать укорость совести, если им предстоит убить шестилетнего ребенка. Убийцы остановились в нерешительности. Они уже истребили не менее 15 человек, и их смертоносное неистовство начинало угасать. В эту секунду два христианских священника, привлеченные к месту кровавого события воплями убиваемых жертв, ворвались в комнату и схватили Юлиана. Воспользовавшись всеобщим замешательством, они бросились к потайной двери и быстро закрыли ее за собой. За дверью начинался подземный ход. Два священника и ребенок шли по коридору настолько быстро, насколько им позволяли темнота и неровности пола. Задыхаясь, они выбежали в маленький садик, расположенный позади дворцовой кухни. Не оглядываясь и не зеряя времени, они пошли по дорожке, в конце которой находилась церковь. Придя туда, один из священников достал из кармана ключ, открыл боковую дверь, вошел в нее и дал знак своему товарищу следовать за ним. Ни на минуту не выпуская руку Юлиана, они направились к алтарю и спрятали ребенка за ним. «Здесь ты в безопасности», — сказали они мальчику. Сначала он не понял, где находится, но потом в его памяти всплыли события предыдущей ночи. Он вновь увидел колеблющий свет факелов, изуродованные трупы, лужи крови на полу. Чтобы избавиться от этого видения, он встал и вышел из своего укрытия, и стал обследовать место. Не в церкви был маленьким и низким. Обогнув алтарь, мальчик вскарабкался на его ступени. На жертвенном столе стояла рака из позолоченной бронзы. Юлиан подошел ближе, чтобы рассмотреть ее. О, ужас! Сквозь прозрачное стекло, из которого была сделана одна из стенок, он увидел череп и две побледневшие от времени берцовые кости. Это были мощи святого мученика. Юлиан скликнул от страха и сбежал вниз по ступеням. С бьющимся сердцем он вернулся в свое укрытие и опять съежился в нем. Прошло какое-то время, показавшееся ему бесконечным, и он услышал скрежет поворачиваемого в замке ключа. Боковая дверь отворилась, и вошли все те же два священника. «Теперь ты можешь выходить», тихо сказали они ему. Опасность миновала. Священники отвели Юлиана в императорский дворец. Вчерашние трупы уже унесли, и рабы прилежно отмывали водой мраморные плиты пола, стараясь уничтожить последние следы крови. В эту секунду Юлиана охватило острое чувство одиночества. Он побежал в свою комнату. Гал все еще лежал распростерцей на своей постели. Юлиан несколько раз окликнул его. Не получив ответа, он подумал, что Гал тоже умер, и бросился к его ложу. Но Гал был жив. Чуть заметное хриплое дыхание слетало с его губ. И тогда, в конец измученной переживаниями, Юлиан рухнул под ножи его постели и потерял сознание. Юлиан видел своими глазами эту кровавую бойню. И всю жизнь не мог забыть тех отцветов факелов на стенах, пятен крови на плитах пола, криков умирающих и изуродованной трупы. Даже став взрослым, он говорил об этом с ужасом. «Всем известно», писал он Афинянам 25 лет спустя, «что я происхожу по отцовской линии от того же человека, что и Констанций. Мой отец и его были единокровными братьями. И вместе с тем, несмотря на связывающих родственные узы, вот так отнеся к нам этот столь гуманный властитель, по его приказу, без суда и следствия, были убиты шестеро моих и его двоюрных братьев. Мой отец и наш дядя со стороны моего отца. Он хотел также убить и меня, и моего брата. Однако, рассудив основательно, предпочел нас отправить в изгнание». «Действительно, когда преступление было уже совершено, Констанций счел более выгодным сохранить им жизнь, но конфисковать все имущество». Юлиан добавлял в своем рассказе, «Он лишил меня какого бы то ни было наследства со стороны моего отца. Я не получил ничего из того, что могло ранее принадлежать отцу. Ни клочка земли, ни одного раба, ни одного дома. Честной Констанций унаследовал после меня все отцовское имущество. В ту ночь родовые владения моих предков были рассечены ударом меча». Эти воспоминания на всю жизнь врежутся в голову Юлиана. Это то, о чем он был обязан забыть для всех. Для Констанция и всех его шпионов, которые так долго окружали последнего из рода Флавиев. Мы уже видим, каким было детство Юлиана. Он страдал и постоянно находился в опасности. Малейшее дуновение в настроении Констанция касательно наследников могло подчеркнуть их жизнь мгновения. Но, как ни странно, ему постоянно везло. Находясь на волосок от смерти, он постоянно выходил победителем, причем, конечно, видел руку богов и в первую очередь Гелиуса, бога солнца. Юлиан после трагической резни и его семьи был отправлен в Астакию, где, конечно, был устроен жесткий контроль за мальчиком. И в первую очередь для контроля мысли Юлиана поставили наставника, Евсевия-христианина. Но тот, озабоченный в первую очередь своими интересами, уделял ему мало времени. Ограничившись только парочкой молитв, Юлиан был предоставлен сам себе. Тем самым Юлиан быстро попал под влияние Мордония, образованного рабоязычника. Так Юлиан познакомился с Гомером и Гесиодом. Приблизительно в это время он и обнаружил потайную дверь в ограде вилы. Эта находка дала ему возможность время от времени убегать от бдительных отчей тюремщиков. Дверца не просто позволяла выйти наружу, она открывала дорогу к свободе. Юлиан воспользовался ею. Он позволил себе несколько раз убежать и побродить в окрестностях Астакия. Во время одного из таких побегов он обнаружил узкую тропинку, ведущую к морю. Очень скоро эта дикая местность стала излюбленным местом его прогулок. Там он испытывал, там он и испытал встречу с Гелиусом. Вдали раздался голос. Он сурово и настойчиво звал. Юлиан. Юлиан. Мальчик вздрогнул и прервал молитву. Кто-то заметил его отсутствие и разыскивает его. Наверняка это Евсевий. Епископ не простит ему бегство. Но ведь он не сделал ничего дурного. Эти редкие мгновения свободы, когда он наконец оставался наедине с самим собой и мог дать волю врожденной склонности к мечтанию, были для него необычайно благотворны. Они давали возможность вырываться из душной атмосферы, окружавшей его все остальное время, когда вокруг находились наставники и в их присутствии приходилось контролировать каждое действие, каждое слово, потому что казалось, будто поблизости бродит неведомая опасность. Когда же наконец он сможет освободиться от их опеки и жить по собственному разумению? Мальчик в неве сжал кулаки и спрятался за столом маслины. Юлиан. Юлиан. Голос позвал еще несколько раз и начал удаляться. Вскоре его уже не было слышно. Опять наступила тишина, лишь изредка прерываемая криками птиц. Успокоившись, Юлиан вышел из его укрытия и вновь принялся за чтение. И тут произошло нечто странное, нечто столь необычайное, что это событие оставило след во всей его последующей жизни. Ему привиделось, что он быстро бежит вдоль берега, подпрыгивая все выше и выше. Потом наступило мгновение, когда его ноги перестали касаться земли, и он воспарил над поверхностью моря. Он плыл вверх, через пространство поднимался все выше и выше, как бы притягиваемый солнцем. Вскоре он уже видел с высоты всю пропонтиду, весь Босфор, Константинополь и все прилегающие к нему земли. Наконец, и земля скрылась из глаз. Вокруг остались только сияющая бездна света. Внезапно он услышал громоподобный голос, который звал его по имени Юлиан. Кто это зовет меня? Спросил он. Я твой отец Гелиус. Гелиус, я здесь. Не колебаясь, ответил Юлиан. В то же мгновение яркий блеск ослепил его и он потерял сознание. Сколько времени он оставался в этом состоянии, он не смог бы ответить. Когда он вновь открыл глаза, то понял, что лежит на земле возле маслины, у которой заснул. Солнце уже спускалось со стороны Гелиус Понта, наполняя все пространство красноватыми отблесками. На Парпантиде сотни рыбачьих лодок заходили в порт, завершая свой дневной труд. На востоке, за холмами Халкидона начинали собираться грозовые тучи. Вдали свышались протяженные раскаты грома. Юлиан встал, уложил Илеаду и бросил последний взгляд на море. Далее еще долго жизнь будет кидать Юлиана по провинциям империи. Он поживет на склонах горы Аргей, в крепости Мацелл, будет жить в Византии, некоторое время пребывал в ссылках в Афинах. Этот период жизни особенно тепло отзывал все его сердце. С взрослением Юлиана все больше и больше притягивала любовь к римскому язычеству. Он знакомился с новыми философами, наблюдал бесчинство христиан и убеждался, что этот мир будет погребен заживо, если не изменить ход вещей. Ну а пока маленького Юлиана бросают из крепости в крепость, он попадает в крепость Мацелл, где он обретет брата, но потеряет Мардония, так как их разлучили во время его отправки в крепость. Тут он встретит огромную библиотеку из свитков и книг, что поразит его. Что касается брата, то он окончательно убедится, что даже если их и связывает одна трагедия и один род, но все же Галл за это время трансформировался в грубого вояку, для которого куда более забавно заниматься охотой и псарнями, нежели чтением книг и размышлениями. Причиной перевода Юлиана был риск того, что расположившиеся вблизи легионы могли узнать, что рядом находится наследник. Чтобы предупредить подобную опасность, Констанция решил удалить Юлиан из Некомидии, перевести его в уединенное место, где за ним будет легко присматривать. В качестве такого места и была выбрана крепость Мацелл, расположенная в сердце Анатолия у подножия горы Аргей. И все же, когда Юлиан узнал, что Мордоний не будет его сопровождать, он разрыдался, он бросил свою плачную землю, топтал ногами и кричал, что скорее умрет, чем расстанется своим воспитателем. Однако приказы Констанца не обсуждались и Юлиану дали понять, что если ему дорога жизнь, то лучше подчиниться. Вначале у Констанция была надежда сделать из юноши монаха, поэтому он и поручил его религиозное воспитание Георгию Кападокийцу, арианскому епископу Кесарии. Георгий был сектантом, сварливым спорщиком и не стоил бы особого упоминания, но для Юлиана знакомство с ним неожиданно оказалось полезным. У Георгия была обширная библиотека, которой он позволил своему ученику свободно пользоваться. Это был весьма неблагоразумный поступок, если Констанция хотела сделать из Юлиана церковного человека. Помимо Ветхого и Нового Заветов, Юлиана обнаружил в этой библиотеке труды многих христианских авторов, а в частности Оригена, Лукиана, Антиохийского, Диона, Хрисостома. Но кроме того, потихоньку от Георгия он выискивал там огромное количество книг языческих философов. В библиотеке были труды Пифагора, Платона, Аристотеля, Гераклита, а также Платина, Порфирия и Ямвлиха. Юлиан унес их к себе, чтобы изучить на досуге. Если Илиада, которую Мордоний посоветовал ему прочесть во время его пребывания в Астакии и подарила ему многие часы упоительного восторга, то философские трактаты Порфирия и Ямвлиха поразили его как удар молнии о мистериях, письма к Македонию, халдейские оракулы запечатлились в его душе огненными знаками. Будучи скорее философом, чем поэтом и имея большую склонность к идеям, нежели к образам, Юлиан нашел в этих книгах подтверждение всему тому, что предчувствовал сам. В частности, он нашел в них теологию божественного солнца, которая сразу же покорила его и поподводила научный фундамент под тот культ, приверженцами которого были его предки. Юлиан читал и перечитывал, чтобы запомнить наизусть. Тут удивительный символ веры, который халкидский мудрец поместил в начале своего труда, подобно триумфальной арке. Свет един, вездесущ и вечен. Он нераздельно присутствует в глубине каждого существа. Он наполняет своей безграничной силой всю вселенную. Подражая ему, небо и земля свершают свое обращение по кругу. Он заставляет соединяться начало и завершение, осуществляет непрерывность и гармонию всего со всем. Юлиан закрыл глаза и прервал чтение, потрясенный этой величественной прозой, звучащей как гимн. Да, в сердце Юлиана был Бог, и теперь он точно знал, что этим Богом могло быть только солнце. Не я должен идти к Богам, а Боги должны прийти ко мне, утвердал Платин, имея в виду, что присутствие Божественного Духа в первую очередь зависит от способности человека к восприятию. Юлиан спросил себя, был ли он достаточно внимательен к проявлениям Божественного, и вдруг понял, что Гелиус никогда не оставлял его. Именно он помог Юлиану спастись во время избиения его семьи. Именно он послал Мордония, чтобы ознакомить с красотой эллинской мысли. Именно он окликнул его по имени во время мистического полета на берегу Пропантиде. Наконец, именно он позволил ему обнаружить труды Порфирия и Ямлиха на полках библиотеки, в которой им явно не полагалось находиться. Спустя время Констанций начал понимать, что у него нет наследников на Великий Престол, и дальше так продолжаться не может. Кто-то говорил, что это кара за резню в доме Фулавиев, и постепенно все больше и больше Констанций склонялся, чтобы сделать одного из братьев Цезарем Запада. Его взгляд упал на Галла, а Юлиану предлагалось даровать свободу. Так он и поступил. Холодным и ярким декабрьским утром в Мацеле появился императорский курьер. Он привез ошеломляющую новость. Приказ отпустить Галла Юлиана на волю. К этому приказу были присовокуплены специальные инструкции в отношении Галла. Старший сын Юлия Констанция должен был немедленно явиться в Антиохию, где император номеровался доверить ему некую важную должность. Что до Юлиана, то Констанция велел ему вернуться в Константинополь, где он имел все возможности продолжать свою учебу. Таким образом, Галл стал Цезарем. Однако, правление его было недолгим. Через три года жесткая репрессивная политика показалась Констанцию угрозой его личного правления. Вызов его к себе он был вынужден убить его. Тем самым, эта роль отдавалась Юлиану, который уже продолжительное время путешествовал по провинциям Римской империи, изучал древние культы, тут же он познакомился с Максимом Эфеским и культом Митры, про которую стоит сказать чуть подробнее. Культ Митры это такая элитарная религия поклонения Солнцу. Это знакомство произошло в тот период, когда Юлиан умело воспользовался предоставленный ему братом полусвободой и посетил Помт, Кпадокию, Мизию, Лидию, некоторое время пожил в Эфесе, Пергаме. В этих путешествиях он знакомился с большим числом риттеров, философов, чудотворцев и ученых. Юлиан с удовольствием приглашал их к себе, вступал с ними долго в дискуссии о литературе и философии, осушая при этом кубки восхитительного вина из Астакии. Достоинства которого он изящным слогом превозносит в одном из своих писем. Эти беседы зачастую продолжались до глубокой ночи по случайности. Впрочем, бывали это случайности. Его окружали почти исключительно язычники, так что, по крайней мере, он не должен был в их присутствии соблюдать такую же осмотрительность, как в присутствии Аэце или Гала. В пылу спора не раз случалось, что Юлиан проговаривался о своих надеждах и мечтах. Естественно, его речи, произнесенные во время таких встреч, в конце концов получали огласку. По всей Вифинии поползли слухи о том, что двоюрный брат императора благосклонно относится к древним культам и обещает восстановить богов. По счастью, для Юлиана эти слухи не достигли ушей соглядаты, зато они обеспечили ему сочувствие огромного числа незнакомых людей. Людей, которые с беспокойством наблюдали за возрастанием влияния христиан, вот как писал позже Либании. Слухи о нем распространились весьма далеко, так что все друзья, муз и иных богов съезжались к нему по суше и морю, сгорая от нетерпения увидеть его, встретиться с ним, поговорить с ним и слушать его. Оказавшись возле него, они уже не могли уехать, потому что Юлиан притягивал их как сирена не только полными искусоречами, но и природным даром вызывать в людях симпатию. Он умел любить и научал любить других. Поэтому его друзья привязывались к нему слишком искренне и не могли покинуть его без сожаления. Все добрые люди единодушно мечтали, чтобы он пришел к власти и остановил разрушение цивилизованного мира, чтобы во главе страдающего человечества встал человек, способный его излечить. Было бы преувеличением сказать, что он не одобрял подобного рода мечты. Он мечтал о том же, только его мечты порождались нелюбовью к пышности, к власти или роскоши. Он стремился только к тому, чтобы вернуть людям утраченное благополучие и в первую очередь почитание богов. Более всего его приводил в отчаяние вид разрушающихся храмов, запрет на исполнение ритуалов, опрокинутые алтари, отсутствие жертвоприношений, изгнание жрецов, раздача храмовых сокровищ нищим. Эта картина весьма точно соответствует действительности, за исключением одной немалой важной детали. На протяжении всего этого периода в своей жизни Юлиан был бесконечно далек от мысли о том, что когда-нибудь он достигнет верховной власти. Конечно, он больше всего на свете хотел, чтобы эллинистической культуре было возвращено ее место, место, которого она заслуживала, то есть главенствующее место. Но он думал, что выполнение этой задачи уготовано другому, а сам он ограничится тем, что станет провозвестником этих свершений. Максим Эфеский восхищался Ямлихом. Он ни в коем мере не считал себя философом, скорее он был теургом, то есть человеком, направившим все свои способности на познание Бога. Однажды, когда они прогуливались вдвоем, за городом, Юлиан рассказал Максиму о странном ощущении полета, который он испытывал в девятилетнем возрасте во время своего вынужденного пребывания в Астакии. Максим долго и пристально всматривался в его лицо, а затем с улыбкой ответил, «С нашей первой встречи я знал, что между богами и тобой существует особая связь». Юлиан заверил, что сам многократно убеждался в благосклонности к нему богов. Особенно ярко он почувствовал это на следующий день после того, как избежал смерти при избиении его семьи. Он продолжал, «Ямлих явил мне метафизическую систему вселенной, которую я считаю истиной. По моему мнению, никто и никогда не может создать что-либо более совершенное, но я уже не нахожу в его философии былого успокоения. Я дошел до той ступени, когда уже нельзя удовлетворяться абстрактными рассуждениями о проявлениях божественного. Мне нужен бог, присутствие которого я чувствовал бы в глубине своей собственной души. Когда я спрашиваю Галилеян, как научиться верить в их бога, они советуют мне читать Евангелие. Когда я обращаюсь к язычникам, они отсылают меня к Аристотелю или Платону. Все время один и тот же ответ. Книги и только книги. Помолчав немного, Юлиан продолжал дрожащим от волнениям голосом, «Что мне делать со всеми этими книгами? Я жажду жизни, прочищения, встречи лицом к лицу с моим Создателем. Нельзя говорить, что я не верю. Я верю всеми силами». И тут Максим его перебивает. «Этот бог есть для тебя. Этого бога зовут Митра». Чуть позднее Максим Эфеский посвятит Юлиана в культ Митры, в который Юлиан влюбится на всю свою оставшуюся жизнь. Вот как он описывает моменты посвящения в культ. Юлиан чувствовал, как в глубине его рождаются и движутся пузырьки света, туманные огоньки, описывающие все более и более широкие круги. Они поднимались вверх, как бы подталкиваемые равными взмахами мощных крыльев, и увлекали его вслед за собой в глоукружительный полет. Юлиан потерял связь с землей и вдруг почувствовал, что парит в океане света. Так Юлиан и стал одним из почитателей Митры. С этого момента и впредь добавил Максим. Мои братья просят тебя только об одном — хранить все в строжайшей тайне. Я молчу уже почти двадцать лет, ответил Юлиан, стараясь, чтобы его голос прозвучал как можно спокойнее и не выдавал его чувств. Ну, как мы уже сказали ранее, Юлиан усветила будущее, о котором он даже не мог предполагать. Констанций после убийства Галла принял решение сделать Юлиана Цезарем Запада. Церемония состоялась утром 6 ноября не во дворце, а на Марсовом поле. Оно представляло собой огромную площадь, на которой еще на рассвете собрались все миланские легионы. Несмотря на то, что стояла осень, выдался ясный и теплый день, Констанций прибыл на Марсово поле в золоченой бронзовой колеснице бок о бок с Юлианом. Юлиан внутренне забавлялся, замечая, что его двоюродный брат еще более, чем обыкновенно старается произойти его величавым видом. Однако на свежем воздухе, перед строем войск, Констанций действительно казался более воинственным, чем на троне. Он зашел с колесницы, велев Юлиану следовать за ним. Они вместе двинулись вперед между двух рядов легионеров по направлению к стоящей в глубине площади на возвышении трибуны. Трибуна была украшена множеством орлов и штандартов, багряные четырехугольники, которые трепетали под дуновением ветра. Констанций и Юлиан медленно поднялись по ступеням на возвышение. Зайдя наверх, они обернулись. Юлиан впервые увидел зрелище, которое никогда раньше не представлялось ему столь впечатляющим. У его ног стояла целая армия, построенная рядами, и к нему было обречено множество испытывающих взглядов. Он почувствовал своего рода потрясение. Перед ним стояло более 20 тысяч человек, чьи шлема и доспехи сверкали на солнце. Констанций приветствовал войска и обратился к ним с речью. Он описал солдатам, в каком плачевном состоянии находится империя. В течение года франки, алиманы и саксы захватили 40 укрепленных городов, отмечавших границу вдоль рейна. Они разрушили города, увели жителей в плен. Квады и сарматы опустошают Панонию. На востоке Камагена и Армения подвергаются вторжениям Парфян. Противостоять всем этим опасностям слишком тяжкое бремя для одного человека. Вот перед вами мой двоюрный брат Юлиан, продолжал Констанций. Он сын брата моего отца. Он дорог мне не только из-за связывающих нас скромных ус, но и благодаря его скромности. Уже в юности усидчивый в учебе он ярко показал свою склонность к упорному труду. Я хочу приблизить его к себе, возвысить до ранга Цезаря. Если вы считаете мой выбор достойным, прошу подтвердить его своим согласием. В это мгновение голос Констанция пересекся, как если бы его охватило слишком сильные чувства. На деле же его охватила паника, потому что он спросил себя, как отреагирует армия на решения, которые ему самому кажутся абсурдным и необоснованным. Ведь он был о Юлиане весьма невысокого мнения. Он знал лишь, что у него нет никакого политического и военного опыта. Впрочем, не делал ли он сам все возможное для того, чтобы это было так? Констанция хотел сказать еще пару слов, чтобы скрыть свое замешательство. Однако ему не пришлось этого делать, потому что в толпе поднялся голодобрение, как бы благодаря предчувствию, пишет Амиан. Все собравшиеся усмотрели в намерение императора не человеческий замысел, а решение Всевышнего. Этот одобрительный гул успокоил Констанция. Стоя неподвижно на трибуне, он подождал, пока вновь не установилась тишина, тогда он снова заговорил уже более твердым голосом. Возгласы радости, которые я только что слышал, свидетельствуют о вашем согласии. Так будет так, так будет утвержден. Он в этом почетном назначении, этот молодой человек, хладнокровие которого соседствует с твердостью духа, выбирая его и отдавал должное этим его качествам. Итак, с благоговения Бога Небесного я передаю ему знаки власти, сопровождая свои слова действия. Констанция накинул на плечи Юлиана пурпурный плащ. В то же мгновение мощный крик радости поднялся среди легионеров. Амиан рассказывает нам следующее. Чтобы зафиксировать свой восторг, относительно только что сделанного императором выбора, войско за исключением очень немногих солдат ответило громким звоном щитов, о которой солдаты ударяли коленом. Это означало выражение высшей радости. Молодой Цезарь вызвал истинное восхищение, сияя великолепием под императорским пурпуром. Было невозможно спокойно смотреть на его глаза. Одновременно грозные и полные очарования, его лицо, чертам которого возбуждение придало вдохновенность. По его виду солдаты прочитали его судьбу не хуже, чем если бы они изучали древние книги, в которых объясняется, как распознать предрасположенность души по формам тела. Когда Констанций возложил пурпур на его плечи, Юлиан не сказал ни слова. Его лицо вырождало скорее усталость, чем благодарность. Как тяжела была эта мантия, по учению которой он был совсем не готов. Он внезапно почувствовал весь груз ответственности, который ему придется взять на себя в крайне тяжелых обстоятельствах, где его воля будет означать очень мало. Он не предвидел этого назначения и не желал его. Более того, он знал, что прежде чем уничтожить свои жертвы, Констанция охотно дает им задохнуться под тяжестью почестей. Он подумал о Гале и спросил себя, а не ждет ли меня такая же судьба. Но когда он услышал крик войск, подобным раскатам грома, бронзовый звон двадцати тысяч щитов, он почувствовал себя преображенным. До этого времени он жил только идеями, теперь внезапно оказался лицом к лицу с людьми из плоти и крови, которые клялись подчиняться ему, даже не успев его узнать. В их спонтанном доверии было что-то потрясающее. Для Юлианы это выступление в мир, действие было с совершенно новым ощущением, похожим на опьянение, от которого ему вовсе не хотелось избавиться. Напротив, он принимал его с неожиданной радостью. Когда церемония закончилась, Констанций и Юлиан медленно спустились по ступеням с возвышения под всеобщие восклицания и звуки труб. Они взошли на колесницу и вернулись во дворец. Юлиан сиял. Он с жаром пожимал сотни протянутых ему рук приветствовал жестом тех, кто стоял слишком далеко и не мог подойти. А со всех сторон раздавались тысячи криков «Да здравствует Август Констанций! Да здравствует Цезарь Юлиан!» Юлиану было 24 года. Начиналось его восхождение. Но нужно подметить, что Констанций сделал из него Цезаря с ограниченными возможностями. Во главе легионов поставил неподчиненных Юлиану полководцев, да еще и выпускал декреты от имени Юлиана, дабы дискредитировать Юлиана, как среди христиан, так и среди язычников. Но Юлиан, обладавший незаурядным умом, довольно быстро проникся в военное и политическое искусство. Обострившиеся набеги варваров с севера, Юлиан отразил и даже отбил уже давно потерянные города Римской империи, тем самым надолго отбросив угрозу с севера, а также провел несколько реформ, и ко времени правления Юлиана в Галлии некогда процветающая провинция превратилась в неблагополучную запустелую землю. Дороги не поддерживались, поля зарастали, крестьяне изнемогали, Юлиан понизил налоги, что сразу же дало свежий глоток воздуха населению, после чего стремительно провинция начала процветать. Также сделал несколько других реформ, связанных с почтой и военным устройством, тем самым заработал в себе бешеную популярность среди населения и легионов. Далее Юлиан вступает в схватку с северными варварами, отбивает многие города, которые уже на протяжении большого периода времени находились под их гнетом. Констанций, ведущий позиционную войну с Шапуром на Востоке, приказывает Юлиану отправить ему в помощь доброе количество войск. Юлиан понимает, что легионы не захотят покидать родной край, да и оставлять его без защиты не в их интересах. Юлиан оказался поставлен перед ужасающей дилеммой. Отказ от выполнения приказа Констанция означал бы открытый мятеж, но исполнение приказа привело бы к не менее тяжелым последствиям. Если солдат заставить покинуть Галлию, то это может спровоцировать всеобщее восстание, которое, несомненно, повлечет до собой перемещение военных сил в провинции. Они настаивали на том, чтобы сопровождать их хотя бы до лютеции. На всех дорогах, по которым проходили воины в сопровождении своих семей, ехавших битком набитых полосках, собирались стенающие и причитающие толпы. Лебани пишет «Повсюду стоял крик и плач. Галлы умоляли своих защитников не покидать их». Юлиан был вынужден оставить войска, после чего в рядах послышалось «Юлиан, Август». Однако толпа так сильно напирала на него, что он уже едва мог дышать. Только через минуту ему удалось перевести дух. «Перестаньте возмущаться», продолжал он уже более ровным голосом. «Вы получите того, что хотите, без споров и кровопролития. Раз свадость Родины до такой степени привязывает вас, раз вы боитесь неизвестных путей и дальних стран, возвращайтесь по домам. Вы не увидите тех заальпийских земель, которые вам так не по нраву. Я буду вам этим гарантом. Я буду умолять за вас императора и добьюсь его, потому что милосердный Август охотно прислушится голосу разума. «Да здравствует, Юлиан Август. Я спросил у Бога знак его воли. Он сразу же дал мне его. Он приказал мне не противиться воле солдат. Впервые случилось так, что римского императора подняли на плечи на манер того, как это делали при избрании франкийских королей. Вот так, против воли Юлиана, он стал сперва Цезарем, а потом и Августом. Узнав об этом, Констанция решил идти с войском на Юлиана. Получив ответ Констанция, Юлиан понял, что надо готовиться к войне. И все же, пишет Амиан, он еще надеялся, вопреки всякой надежде, что этой братоубийственной войны удастся избежать. Смерть Констанция коренным образом изменила ситуацию в империи. Столкновение, которое могло уничтожить мир, не состоялось. Направо и налево своим сверкающим мечом Гелиус устранял одного за другим всех наследников мужского пола, стоявших между Юлианом и Троном. Сначала Юлия, Констанция, Далмация, Ганнибалиана, затем сыновей Константина и Константа, потом Гала и, наконец, Констанция, который умер, не оставив наследника. Амиан Мерцелин сообщает следующее. Когда известие о его прибытии достигло Константинополя, горожане и гражданки всех возрастов выбежали за пределы стен города, как если бы они встречали посланника небес. На третий день декабрьских ид он торжественно въехал в город, приветствуемый почтительными речами Совета и восклицаниями толпы, счастливо праздновавшей воцарение первого императора, родившегося в Византии. Его сопровождал экскорт из военных и горожан, в то время как толпа взирала на его с глубоким восхищением. Действительно, сам прицепс невысокого роста, едва достигший зрелого возраста, его великие подвиги, снискавшие ему славу победителя, народов и царей, его молниеносное продвижение от города к городу, где он как победитель постоянно черпал новые ресурсы и силы, и то, как мгновенно, подобно пожару, его власть распространялась от провинции к провинции. И, наконец, та высшая власть, что была получена им по божественной воле, все это оказалось скорее сном, чем реальностью. Реформа Юлиана, предоставив городам большую независимость и дав им собрать определенные налоги, Юлиан явно рассчитывал поднять их экономику. Однако, в равной степени он хотел также вернуть их к активной жизни, которая уже угасла. Путем восстановления городских финансов он хотел оживить прошлое городов, блистательные, цветущие города, празднично настроенные горожане, состязания атлетов, музыкантов, поэтов, школы, распространяющие античную мудрость, храмы, в которых звучат благоговенные гимны, жертвы на алтарях, портики, на фоне которых бурлит счастливая жизнь, человечество, получающее дары вновь обретенных богов. Вот какова была в представлении Юлиана картина идеального общества, и все намеченные меры должны были возродить это общество. Было бы неправильно утверждать, что он хотел вернуть им империи блеск времен Антонинов. Нет, он хотел поднять ее на такую ступень совершенства, в которой сам Платон не нашел бы к чему придраться. Но Юлиан не из тех императоров, что довольствовались шелками ковров и сводами дворцов. Появлялись новые и новые вызовы, как внутри Юлиана, так и вокруг его империи. На этот раз были персы, волговец царем, имя которого Шапур. Юлиан подготовил большое войско и пошел на столицу, где попутно не встречал сопротивления. Но его дальнейшие чаяния успехом не увенчались. Поход в пустыню, который последовал далее, изнурил войско, а вторая часть армии так и не пришла на помощь. При решающей битве Юлиан был всадником победы. Он метился между военными когортами и, появляясь возле них, он воодушевлял их на победу. Но, бросившись без должной защиты, он получил удар дротиком. Попытавшись встать, он снова упал. Заметив это, его быстро отнесли в палатку. «Не сокрушайтесь», сказал он им вновь, обретя твердость духа. «Будет унизительно для всех нас, если вы будете оплакивать своего императора, чья душа готова восфарить на небо и слиться с пламенем звезд». Эвлейский Иерафант похвалил его за мужество, и Юлиан ответил ему, «Разве ты не понимаешь слова, которые ты мне сказал, когда я пришел к тебе, еще будучи учеником в Афинах?» Ты сказал, «Мужжайся, Юлиан, боги готовят тебе судьбу, не имеющую равных. Ты дашь большое сражение, это будет апофеоз огня, огонь не извергнется на землю и спепелит все. В этот день ты предстанешь перед лицом своего отца. Какая слава!» «Так о чем же ты сокрушаешься? Твое предсказание скоро сбудется». Затем, повернувшись к воинам, он сказал, «Я чувствую, что теряю силы и не смогу долго говорить. И все же я не хочу покинуть вас, не сказав несколько слов. Я часто бывал суров и требователен по отношению к вам. Не пеняйте на меня за это. Это было не по гордыне, а ради того, чтобы восторжествовала истина. Если мне не всегда удавалось убедить вас, то я, по крайней мере, всегда приводил вас к победе. Благодаря мне на Рейне и на Дунае царит мир, как теперь будет он царить на Тигре и Ефрате. Возможно, мне не всегда удавались переходы, мне не хватало времени. К тому же, я никогда не стремился управлять. Я всегда предпочитал познавать. И за это я тоже прошу вас не судить меня слишком строго. В это мгновение черты его лица исказились, он тихо вскрикнул и прижал руку к правому боку. Но пораненная ладонь только причинила ему еще больше боли. Сделав над собой видимое усилие, он продолжал слабеющим голосом. Но что до того, кого вы изберете императором после меня, то я предпочитаю ничего не говорить об этом. Ибо судьба не позволила мне оставить после себя сына. Боюсь, что в таком состоянии, в котором я сейчас нахожусь, я не смогу назвать самого достойного. А если бы назвал кого-либо, то подверг бы его опасности в случае, если ваш выбор пойдет на другого. Выберите же сами из своих рядов того, кто кажется вам наиболее способным поддерживать единство и величие империи так, как это делал я. Дыхание Юлиана стало неровным, капли пота заблестели на висках. Поскольку было ясно, что наступают последние минуты, Арибасий попросил военных выйти. В шатре осталась только группа философов, одетые в белые туники, они встали полукругом возле ложа, на котором умирал посланник солнца, и начали тихо бормотать литургию мертвых. Иерафант произносил нараспев один стих, а другие бормотали в ответ текст, соответствующий метроистской службе. Внезапно Юлиан попросил пить. Ему протянули чашу с разбавленным водой уксусом, он отпил несколько глотков, все услышали хрип его в груди. Спустя нескольких секунд он испустил последний вдох. По знаку Иерафанта Максим записал точную дату и час смерти. 26 июля 363 года полночь. Юлиану было 32 года. Его правление продолжалось 20 месяцев. И тут, согласно легенде, ибо легенды сразу предъявили на него свои права, присутствующие узрели, как из его тела вышли две души. Сначала его собственная, а затем душа Александра, которая также обитала в нем. Не касаясь земли, они несколько мгновений попарили над его ложем, как бы ища выход, а затем, обнявшись, спорхнули из шатра и стали подниматься к небесам. Философы бросились наружу, чтобы проследить за ними взглядом. Сначала душ напоминали два плывающих факела, потом два огненных шара, затем две лучистые звезды, и, наконец, они исчезли в глубине небосвода, и окружающие больше не видели ничего, кроме мерцания звезд. Вот что пишет Амиан. Пока продолжался бой, Юлиан лежал в своей палатке. Вокруг него стояли его друзья. Глубоко опечаленные и подавленные горем, он простился с ними с такой речью. Слишком рано, друзья мои, пришло для меня время уйти из жизни, которую я так, как честный должник, должен отдать требующую ее назад природе. Не горю я и не скорблю, как можно думать, потому что я проникнут общим убеждением философов, что дух много выше тела, и представляю себе, что всякое отделение лучшего элемента от худшего должно внушать радость, а не скорбь. Я верю в то, что боги небесные даровали смерть некоторым благочестивым людям как высшую награду, и мне дан этот дар, в этом уверен, чтобы я не измог под бременем страшных затруднений и не унизился и не пал. Я знаю на опыте, что всякое горе сокрушает малодушных, оказавшись бессильными перед человеком твердого духа. Мои поступки не дают мне повода раскаиваться в чем-нибудь, не томит меня воспоминания о каком-либо тяжком преступлении, не в то время, когда меня держали в тени и в забвении, не когда я принял верховную власть. Эту власть, имеющую родство с небожителями, я сохранял, думается мне, незапятнанной. С полным бесстрастием направлял я гражданские дела и лишь тщательно взвесив основание объявлял войну или отражал ее. Хотя удача, дело и целесообразность человеческих решений не всегда находятся в соответствии между собой, так как исход предприятий направляет высшие силы. В сознании того, что цель хорошего управления это выгода и благосостояние подданных, я был, как вы знаете, более склонен к поддержанию мира и не позволял себе в действиях произвола, который является источником порчи отношений и нравов в государстве. Я хожу в радостном сознании, что где бы не выставляло меня государство как родитель за явные опасности, я стоял недвижно, привыкнув овладевать бурю случайности. И мне не стыдно будет сознаться, что я давно уже знал, что мне предстоит умереть от железа. Таково было открытое мне вещие предсказания. С благодарностью клоняюсь перед вечным Богом за то, что хожу из мира не за тайных козней и не от жесткой продолжительной болезни и не смертью осужденного на казнь, но умираю в расцвете моей славы по справедливому суждению. В равной мере малодушен и труслив тот, кто желает смерти, когда это не подобает, и кто бежит от нее, когда пришел его час. Силы меня покидают. То был человек, бесспорно достойный быть причисленным героем, выделявшимся славой своих дел и порожденной величественностью. По определению философов есть книга, где описаны четыре главные добродетели «Умеренность», «Мудрость», «Справедливость» и «Мужество», к которым присоединяются другие внешние, а именно знания военного дела, властность, счастье и благородство. Все их вместе и каждую поддельность Юлиан воспитал в себе самым ревностным образом. Переходим к разбору его философии. Речь к царю Солнцу. Речь царю Солнцу была посвящена другу Юлиана Солюстью, боевому товарищу Юлиана и языческому богослову. От Солюстья дошел текст под названием «О богах и мире». Сочинение Юлиана к царю Солнцу было написано за очень короткий срок, как и все его другие сочинения. Причиной этому видятся те обстоятельства, что Юлиану приходилось быть одновременно императором огромной Римской империи, полководцем, практиком всяких аскетических, теорогических, ритуальных и прочих штук, и он при этом умудрялся что-то еще читать и писать о философии. Всякие письма и он даже занимался троллингом. Короче, космос в его целостности удерживается и не распадается из-за Бога, из-за непрерывного провидения Бога. Космос не рожден, он извечно. Он, короче, вечен. И в этом смысле вечности в своем даже некотором становлении во времени. Юлиан пишет, что космос удерживается неким пятым телом. пятое тело это эфир. Эфир, ну, по сути, это эфир Аристотеля. Некоторая пятая стихия. И если традиции и школы после Аристотеля относились неоднозначно к пятому пятому телу, то Ямвлих и Юлиан, в отличие от Порфирия, оставили это самое пятое тело в своем космосе или космос в пятом теле. Но основной базис и сохранитель космоса это некий царь. И этот царь находится в некоторой середине. И знающий слушатель сразу решит, что эта середина это единая. И это короче тот самый онтотеологический кореш. Сомневаться не стоит. В системе Юлиана определенно есть единое. Но под царем он имеет ввиду нечто иное. Единое произвело солнце, которое является трансреальным. В том смысле, что оно проникает сквозь этажи. Солнце наследует от единого господства над всем. И если раскидываться дурацкими примерами, то представьте типичную всратую кампанию с большой иерархией, где наверху стоит какой-нибудь черт. Этажом ниже уровень менее важный, но важнее тех, что еще ниже. И так далее. И очевидно, что место единого здесь занимает тот, кто сидит на самом верху. Он буквально лучше, чем все, что стоит ниже. Чем ниже, тем хуже. Сделать эту картину менее мерзкой как раз позволяет мысль Юлиана. Так вот, представьте, что есть еще что-то. Какой-то другой господин, который одновременно на всех этажах. Он на высших этажах, он на этаже самом низком. На уровне этого примера сложно это понять в деталях. Не забываем, что это просто выдуманный конструкт. Так что возвращаемся обратно. Юлиан цитирует Платона, чтобы показать, что это за середина. Вот и считай, что я утверждаю это. И о том, кто порождается благом, ведь благо произвело его подобным самому себе. Чем будет благо в умопостигаемой области по отношению к умопостигаемому, тем в области зримого будет солнце по отношению к зрению и зрительно воспринимаемым вещам. Все этажи реальности пропитаны этим царем солнцем, и некоторый запредельный царь, который отсылает к единому. Это и царь, который управляет умными богами, второй уровень горизонтального исхождения или же мир идей в классическом платонизме, и при этом это солнце, которое не умозрительно, а просто видимое солнце. Метафора зрения и умозрения попущено во все тяжкие, и как единое является логическим основанием, так и солнце, или как его называют Юлиан, видимый диск или третий царь является физическим основанием, в том смысле, что он хилит все светом и теплом, пропитаетесь систему батаевским солнцем, и мало точно никому не покажется, ну в общем понятно, видимый диск царь Гелиос насыщает благами видимых богов, а это звезды, и также второе солнце насыщает умных богов, и Юлиан пишет, что намного лучше нам помыслить по аналогии, что в умном мире солнце всем заправляет, как в видимом мире, как в видимом мире, чем пытается что-то априорить и додумывать. Другой аспект середины, это то, что Гелиос связывает периферийных богов видимой сферой и богами запредельными, которые флексит вокруг блага. Здесь благо отличается от единого тем, что единое полностью апофатично, как в первой гипотезе Пироминида Платона, а благо, в свою очередь это что-то вроде второго единого, но уже запачканного, как говорится, единое для народа и единое на минималках, чтобы оставлять закладки во многом. В солнце есть середина между чувственным миром и умным. И здесь сразу же имеет смысл переправить наше внимание к еще более загадочной фигуре это матерь богов. Итак, гимн к матери богов. Текст был написан Юлианом, когда он был на пути в Персию. И главные концепты этого текста это Атис, который является чем-то, что опосредует материальное и идеальное. Он тот самый переход от ума к душе, в котором находится космос, согласно неоплатонической картине Солнце Гелиос, который является двигателем причины и много чем еще, и мать богов, которая на удивление в сборке Юлиана является не землей и чем-то низким. Она очень возвышена и относится к высочайшим умным богам. Юлиан синонимично использует Атиса и Гала. Под ними он подразумевает, что порождает материю вплоть до ее низшей чувственной стороны. Солнце, о котором мы только что говорили, а именно третий диск, содержит цепь причин и является предельной и изобилующей природой. Атис в мифах некий полубог, у Юлиана выражает бога, который готов запачкаться в материальном. Спускаясь в самые нижние этажи и вступая в союз с нимфой, Солнце Гелиус выступает как мировая душа, внутри которой находится космос, а Атис является природой. Таким образом, их можно различать. Гелиус также отождествляется с Демиургом, а Атис с Породителем. И природа или Атис содержит различимые логосы материальных Эдисов. Он порождающий и созидающий ум. Атис, содержащий в себе низшие формы низших предметам нужен, потому что высшие сущности не содержат в себе низшие формы. Юлиан проводит различия между материей и материальными Эдисами или формами. И вслед за этой проблемой встает проблема того, откуда берутся различия в вещах. Эдисы должны существовать в действительности первее, чем в возможности. Для Аристотеля душа может содержать возможности Эдисы сущих вещей. Остается вопрос, где поместить Эдисы, которые в действительности? Поместить их в материальные вещи. Бессмысленно, так как Эдис содержит там последние. Если предположить, что материальные Эдисы, а формы и материя спокойно скачут и рандомно соединяются, то тут будет риск куриизм. Может то самое Пятое тело или Эфир содержать в себе бестелесные причины материальных Эдисов. Пятое тело не может в становлении и существует отдельно от материальных Эдисов. Материальные Эдисы имеют нематериальную причину. И Гал, который также и Атис, и природа толкает их Демюргу или Третьему Диску. И материальные Эдисы относятся к нематериальной причине не как иное с иным, но как нечто относящееся к себе. Атис спускается вниз в материальное к нимфе, но потом возвращается обратно наверх к матери богов, которая является его возлюбленной. Особенность матери богов в том, что она принадлежит умной сфере реальности, что является некоторой оригинальной чертой неоплатонизма Юлиана. Таким образом, Атис как бы связывает материальное и идеальное через мотание от матери богов к нимфе и обратно. Миф об оскоплении Атиса используется, чтобы выразить мысль о том, как мать богов сдерживает беспредельность Атиса. Вообще, мать богов играет здесь исключительно положительную роль. Вот такой прогрессивный император Юлиан. Ну а вы чего ожидали? Итак, мы затронули сжато его биографию, его основные философские тексты, можно было бы сказать еще про его кинические тексты или про его еле уцелевший полудохлый текст против христиан, но к черту, к черту разжигания, к черту бомбежки. У Юлианы были потрясающие тексты, где он троллит, что типа блять люди, что вы бомбите, что я бородач? Нормально типа я хожу гоняю, как мои солдаты ем перловку в говне. Вот такой я император. Ну короче, вы поняли. На этом пока что все. Если император Юлиан вас заинтересовал, пишите, донайте, поддерживайте, мы продолжим эту тему. С вами был Олд. А? Телегран. Что? Ты все время забываешь про Телегран. Да. С вами был Олд Арселов, Иван Баварский. Подписывайтесь на наш канал на Ютюбе, подписывайтесь на наш Телеграм, поддерживайте, лайки, комментарии. Все, до связи. Субтитры сделал DimaTorzok,